Привет всем! Сегодня мы будем с вами возвращаться к базовому макияжу и создадим вот такой матовый вечерний смокий ай в мягком стиле. Если вы хотите узнать, как я сделала такой макияж, то оставайтесь со мной. Итак, я буду начинать опять же с праймером. Я буду носить базу на глаза от компании NYX бежевого натурального цвета. Я не хочу использовать слишком светлый праймер, так как смоки у нас довольно-таки нейтральные и более темных оттенков, поэтому светлую базу использовать не обязательно. Итак, я наношу ее на все веко, включая подбровную косточку и даже нижнюю линию роста ресниц. Теперь, при помощи кисточки от Royal & Lambickel и матовых теней от компании Kevin Korn, я просто буду наносить этот цвет на все подвижные века и даже на подбровную косточку. Это нам дает базовый цвет для создания красивого градиента. И таким же образом это закрепляет наш праймер. Теперь, переходный цвет от компании NARS в цвете Blondie. Это такой бежевый теплый цвет, так как мы делаем Smoky Ice в более таких шоколадных оттенках, шоколадно-нейтральных, поэтому переходный цвет у меня тоже будет теплого оттенка. Как вы знаете, переходный цвет обычно это тот оттенок, который на 2-3 тона темнее вашего тона кожи. И при помощи пушистой кисточки я растушевываю этот цвет в складку, чтобы создать немножко текстуры на глазах, чтобы мой глаз не выглядел слишком плоским. Теперь, следующие матовые тени от NARS в цвете Coconut Groove. Это такой шоколадный коричневый обычный цвет. И при помощи кисточки-карандаша от компании Sigma я буду создавать такую буковку V английскую, то есть как птичку или как вам удобнее называть. Я наношу этот цвет, именно прибиваю этот цвет в кожу, вбиваю в кожу по диагонали и затем соединяю со складочкой. Таким образом я создаю форму V. Если вы хотите более круглый или более такой мягкий образ, тогда вы можете создать букву как банан, как мы его называем. Но так как я люблю больше кошачьи глазки, я создаю форму V. Постепенно добавляю цвет и повторяю растушевку. Это пушистая кисточка от компании Hakuhoro. То есть как вы поняли, если мы хотим создать вечерний макияж, лучше всего строить цвет, а не сразу наносить темный оттенок на чистая века. Макияж получается более чистым и нет такого ощущения, что мы перепоршили. Итак, вроде бы все продвигается хорошо. Я буду использовать единственный шиммерный цвет в этом макияже. Это будет опять же тени от компании NARS в цвете Galapagos. И такая маленькая кисточка опять же от компании Hakuhoro. Это кисточка-карандашик, но она из натурального ворса. И очень удобно, чтобы наносить тени на нижнюю линию роста ресниц или как подводку. Я решила не использовать черный карандаш, потому что хочу, чтобы мой макияжный образ был более мягким. Поэтому я считаю, что теней будет достаточно. И так как эти тени имеют золотые блёсточки, у нас будет такая небольшая изюминка макияжа. Теперь при помощи карандаша от OCC, Obsessive Compulsive Cosmetics в черном цвете, я очерчиваю глаз с внутренней стороны на слизистый. И тоже самое повторяю на нижний слизистый глаз. Опять же, этот шаг не обязательный. Если вы хотите, чтобы макияж был немножко более мягким, то тогда этот шаг вы можете не повторять. Теперь при помощи той же маленькой кисточки от Hakuhoro, на ней ничего нет, я немножко растушевываю этот черный карандашик, чтобы создать дымку. Лучше всего концентрировать внимание на внутреннем уголке до середины зрачка, а внутренний уголок лучше всего оставить чистым. Далее я беру маленькую кисточку-карандаш, опять же от компании Hakuhoro, и оттенок тени от Nars Blondie, вот этот переходный цвет, который мы использовали в самом начале, и я опять же растушевываю дымку. Я считаю, если переходным цветом растушевываю дымку на нижней линии роста ресниц, то дымка получается более мягенькая. В сравнении, если бы вы, например, использовали черный или коричневый цвет для дымки, тогда, может быть, нижняя линия роста ресниц получилась бы более драматичной. Но так как я хочу, чтобы мой макияж выглядел более мягким, я использую именно вот такой мягкий цвет. Итак, в принципе, на этом готово. Сейчас я использую первый цвет, базовый от Кевну Куан, и наношу его под бровь, чтобы создать немножко больше контраста и подчистить именно макияжный образ. И затем я наношу тушь, я использую тушь от Кевну Куан. В данный момент я себе нарастила реснички, поэтому я только наношу обычную, не в достойкую тушь и только на кончики. И на этом наш макияжный образ готов. Я надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, вопросы, повторяйте этот макияжный образ. Я вам желаю удачи и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»